Психосоматика. Когда то, что должна выполнять психика, выполняет тело. И существует такое понятие, как соматизация. В том случае, если же психический аппарат не справляется, тогда возникает перевод психического в телесное. Психический аппарат не справляется в том случае, если же он перегружен и уже работает на пределе, и новую задачу уже не может осилить, либо если же психика изначально была выведена из строя, изначально не получила какое-то важное свое развитие. Именно эта последняя особенность характерна для лиц, страдающих психосоматикой. Как вот даже в прошлом видео мы с вами отмечали этот вопрос, что согласно теории французского психоанализа, в частности, это парижская психосоматическая школа, существуют три пути или три способа справиться с напряжением или давайте по-простому говорить, но там вообще в теории с возбуждением. Я вот говорю с напряжением, чтобы было более понятно. Справиться с напряжением, с каким-то стрессом, с каким-то конфликтом, с тяжелой жизненной ситуацией, с тяжелыми эмоциями. Первый путь – это психический путь, и это работа психического аппарата. Второй путь – это поведение, то есть какой-то поступок, совершить какое-то действие. И третий путь включается в тот момент, когда ни первый, ни второй недоступны. И это психосоматика, это на что-то отреагировать телом, это телесные заболевания или вот это понятие как соматизация. Что имеется в виду под поведением? Как уже мы разбирали на моем канале, вот такие видео, такие понятия, как отреагирование, отыгрывание, агирование. В любом случае это разрядка действия. С чем-то, какое-то напряжение сбросить через действие или в действии выразить. Через действие, не могу словами, передаю это через действие. Например, или от чего-то избавиться через действие. Например, пациентку бросает парень, это самый любимый человек в ее жизни, и она переживает колоссальные чувства, с которыми она просто не может совладать и не может справиться. Она сталкивается с огромным разочарованием. Ей предпочли другую, выбрали не ее, выбрали какую-то другую девушку. Она сталкивается с чувством брошенности и собственной ненужности. Настолько с этим невозможно справиться, это нельзя переварить. И тогда она обрывает терапию, уходит из терапии, то есть какое-то действие совершает. И тогда как будто бы нужно, во-первых, тогда бросает она кого-то, а до этого бросили ее. А теперь она заставляет терапевта чувствовать то, что чувствует она. И тогда терапевт чувствует себя ненужным, брошенным человеком. Или же это такая попытка разделить с кем-то ту боль, которая находится внутри. Давайте в этом видео рассмотрим про портрет психосоматической личности, какие существуют характерологические особенности, какие-то определенные специфические черты, которыми обладают люди, у которых есть психосоматическое заболевание, либо те люди, которые склонны к тому, чтобы реагировать телесно. И вначале мы отметим особое отношение к своему телу. Это те люди, которые воспринимают собственное тело в качестве потенциальной опасности, потенциальной угрозы. Именно поэтому нужно бесконечно следить за своим здоровьем, себя обследовать, проверяться, ходить по врачам. Телу нет никакого доверия, а тело в любой момент может произойти какая-то пакость, к этому надо подготовиться, тело может дать какой-то сбой, тело воспринимается как враг, и к этому надо быть заранее готовым. Самая важная черта это ориентация на внешние нормы, ориентация на социальные правила, на социальные нормы, на какие-то внешние параметры. Они, вот люди, у которых есть психосоматика, либо склонны к ней, они особым образом размышляют. Они либо знают что-то, либо не знают, и как будто бы третьего не дано, либо да, либо нет. Что толку строить догадки, фантазировать, сомневаться. Кстати, тоже работа психического аппарата. Фантазировать, подбирать какие-то варианты, размышлять. Либо да, либо нет, и третьего не дано. У них есть внутренняя дезорганизация. То есть, они очень слабо, иногда вообще, не понимают, что у них внутри, что с ними происходит, они этого не понимают. Точно так же, как они не способны понимать себя, они не способны понимать других людей. Ну, вот есть знаменитая theory of mind, модель психического. Если же такому человеку задать вопрос, как вам кажется, как вы считаете, как другой может видеть, воспринимать вот эту вот ситуацию. Они потеряются, они не будут знать, что ответить. Для них этот вопрос просто в ступор их как-то может вгнать. У них очень оскудненный словарный запас. Как мы говорили в предыдущем видео про коллапс предсознательного, про отсутствие словесных репрезентаций. Например, если же они называют какую-то вещь строго определенным словом, каким-то конкретным словом, то уже синоним подбирать не станут. Когда мы смотрим на этих людей, то у нас закрадывается впечатление, словно они хорошо запрограммированные роботы. Будто бы в них вложили программу, и они прекрасно ею следуют, прекрасно эту программу выполняют. Ты смотришь на этого человека, и создается ощущение, что он напрочь лишен страдания. Ну, друзья, имеется в виду, конечно же, душевное, психологическое страдание, но также создается впечатление, что эти люди не способны получать подлинное удовольствие, истинное наслаждение от чего? От какой-либо деятельности, от выполнения какой-либо задачи, от какого-то хобби, от жизни в целом. В принципе, для них не жизнь, а существование. Они не живут, а адаптируются. Вот тоже важный аспект, очень важная характеристика. С вопросом социальной адаптации никогда вопросов-то не стоит. Социальная адаптация выполнена на 100%, и с этим нет никаких проблем. Отчасти поэтому они хорошие работники, как исполнители, так и руководители. Они трудоголики. Коллективные нормы вместо индивидуальных особенностей. внешне эти люди описываются следующим образом. Это будет, скорее всего, серая, невзрачная личность. Вот такая вот серая мышка. Если это женщина, то закрадывается впечатление, словно она намеренно скрывает свою природную, естественную красоту, как будто бы в ней нет сексуальности, как будто бы нет желания быть привлекательной и так далее. Конечно же, скажем и про сновидения, которые, кстати, относятся к первому пути, к работе психического аппарата. Это фантазматическая активность фантазии и сновидческая активность, или еще говорят анерическая активность, возможность видеть сновидения. В сновидении что-то мы перерабатываем, с чем-то справляемся. Это работа психического аппарата. Люди, болеющие психосоматикой или склонны к психосоматике, у них здесь какая особенность? Они либо не видят сновидения, Либо сновидения очень специфичны В них нет людей, есть предметы То есть как будто бы сновидение пустынно Возможно, таким пустынным было их раннее детство То есть они, скорее всего, будут видеть предметы Например, пациент говорит Мне снилось, что я нашел ключ Или женщина говорит Я во сне нашла ожерелье У меня есть на канале видео, посвященное данному вопросу Там мы рассматривали сырые сновидения и аператуарные сновидения Можете посмотреть, но и здесь я тоже приведу вот эти примеры Психоаналитик задает вопрос Видите ли вы сны? Пациент отвечает Да, вижу Ну, психоаналитик, какой? Может быть, что-то расскажете И пациент отвечает В моем сновидении я вижу, как идет снег Идет снег Идет снег Или сновидение я ела мороженое Вот так вот То есть вот такие вот пустынные сновидения И ведь, по сути, что организует психосоматический тип функционирования? Это травма потери объекта И здесь в двух смыслах Это может быть реальная потеря объекта Просто объект ушел, его нет Либо, и даже чаще всего так описывают, как потеря функций объекта То есть объект есть Но он не выполнил важные для развития психического аппарата ребенка функции Психосоматика – это болезнь одиночества Для этих людей также характерна эссенциальная депрессия На канале тоже уже мы это рассматривали Давние прям видео Но здесь эту тему я не обойду стороной Эссенциальная депрессия – это отсутствие жизненного тонуса Но когда они заболевают, возникает то, что французы обозначают в качестве психосоматического парадокса Когда они заболевают, в этот момент эссенциальная депрессия исчезает Вот эта вот скрытая, как паутина, опутывающая всю их жизнь Отступает, исчезает Наоборот, появляются жизненные силы Наоборот, подымается жизненный тонус Болезнь, вопреки здравому смыслу, приводит к тому, что они начинают получать удовольствие от жизни Отчасти еще и поэтому мы не трогаем симптом Врачам наш пациент становится интересен Они таким образом получают вторичную нарциссическую подпитку Почему вторичную? Потому что первичная была провалена Это отношение с первичным объектом с мамой Эссенциальная депрессия развивается на фоне длительной утраты либидо Развивается после длительной, долговременной потери либидо Отсутствия либидо, утраты либидо, то есть влечения жизни А не потеря объекта, которая приводит к депрессии в классическом понимании Почему возникает вот этот психосоматический парадокс Что после того, как у них поставлен диагноз, они наоборот как бы начинают жить Почему так? Здесь есть два объяснения Первое, это то, что бессознательная вина находит свое наказание И как будто бы становится от этого легче Где вина, там и ожидание наказания И вот оно свершилось А второе, французы это описывают следующим образом Наконец-то мне становится понятно Почему у меня всю жизнь такое смутное недомогание Внутри меня ведь болезнь развивалась Или внутри меня болезнь прогрессировала Или я все это время заболевал То есть теперь мне понятно, почему всю жизнь мне так плохо Но не на душевном уровне, конечно же Оказывается, я болен Эссенциальная депрессия, в отличие от обычной депрессии Проявляется весьма специфическим образом Она выражается через хроническую усталость Отсутствие желания жить Ну вот ничего не произошло, но нет желания жить Отсутствие жизненных сил Это стойкая диффузная тревога Это хронический стресс Хроническое напряжение Постоянное напряжение Такой человек, он живет, словно выжит, как лимон Словно у него батарейка села И вот на этом низком заряде он существует Классическая депрессия возникает в том случае Когда инкорпорируется потерянный объект Вот инсталляция этого объекта внутрь, в психику В я Здесь эссенциальная депрессия Это изначальное отсутствие объекта Именно поэтому у них нет внутренних объектов Помните, мы говорили про то, что как будто бы напрочь отсутствует внутренний мир Как будто бы внутреннего мира у этого человека нет Потому что нехватка отсутствия изначального объекта Приводит к тому, что внутри в психике нет никаких объектов И это тоже очень интересная депрессия Она как бы, да, окутывает всю жизнь Но в ней не будет классической депрессивной триады В ней не будет мук каких-то внутренних конфликтов Каких-то внутренних психологических конфликтов, мучений Психологического страдания Идеи самообвинения, хотя есть бессознательная вина Идеи самобичевания, вот так вот, да, вот особая депрессия Вот, это первый психосоматический парадокс А есть еще второй психосоматический парадокс Который также описывают французы Согласно которому хроническая усталость Парадоксальным образом сочетается с гиперактивностью Неманиакального типа Что это такое? А значит, что для этих людей характерна активность Лишь в двигательной сфере Нет ни ускоренного мышления, ни повышенного настроения Столь типичного для маниакального эпизода Пойдем дальше и скажем про контрперенос Психосоматика может возникать в ответ у терапевта У него тоже могут быть какие-то телесные проявления Дементализация, окаменение психического аппарата Будет у терапевта Или же терапевт сталкивается с утомляемостью При работе с этим человеком Со скулкой, с сонливостью Либо ничего Отсутствие контрпереноса Ничего нет Помните про нехватку внутренних объектов У этих людей? Ведь что такое перенос? Я отдаю терапевту свой внутренний объект А тут как будто бы и отдать нечего А контрперенос это что-то в ответ на этот перенос Возникает в психике у терапевта И терапевт в работе с этими пациентами Сталкивается с шаблонностью Обыденностью С буквальностями Кошка равно кошка То есть в принципе всегда как будто бы знак Нет как будто Но есть знак равенства Там дерево это дерево А для психосоматических очень даже характерно Описывать то, что они видят Там допустим куст Что означает куст? Куст это куст Трава это трава Ну лето это лето То есть как бы вот Даже вот описанное Винникотом Вот воображение Игра Пространство как будто бы Какие-то символы А давай как будто бы Дети да как играют Давай как будто бы Банан это трубка от телефона И можно дозвониться до кого угодно Хоть до Деда Мороза Хоть в другую страну позвонить Игра воображения А давай как будто Вот этот предмет символизирует другой предмет Как будто бы палочка Палка Это волшебная палочка И можно там ей учудить что-нибудь Вот нет пространства как будто Есть Приравнивание Одного к другому И наша очень важная задача Не вкладывать в болезни Они будут очень много говорить Про свою болезнь Они привыкли Вот так функционировать С миром И с самими собой Через болезни Не инвестировать в болезнь Инвестировать его как личность А расскажите мне о себе Какой вы Расскажите какая у вас личность И не вкладывать в оператуарность И это тяжело И даже есть рекомендации Что если же Сегодня работаешь с одним оператуарным То лучше второго оператуарного Уже в этот день не ставить У них есть центральная фобическая позиция Это страх собственной ассоциативности Но наша цель Это все-таки Понемножечку Шаг за шагом Ступенька по ступеньке Запустить работу психического аппарата Чтобы можно было бы Перерабатывать психически И чтобы вот этот первый путь был доступен Развить символическое мышление Не думать вслед за ними Тоже конкретикой Это тяжело Не инвестировать в вот это конкретное мышление А вот и развить символическое Для них да, характерно конкретное мышление Например, ну я же вам все уже рассказала про свое детство Теперь непонятно, что с этим делать Как будто бы приходит и не знает, что сказать Спрашиваешь, почему так? Ну я уже все сказала о своем отце Я уже все рассказала о своих братьях О своей матери Я уже все рассказала Вот конкретное мышление Как будто бы все рассказала и все И на этом стоп С ними очень тяжело давать интерпретацию Мы это немножечко уже вопрос этот поднимали И в принципе интерпретативная техника Она характерна для Ну больше к невротическому регистру Но если же терапевт все-таки даст интерпретацию А есть такое понятие, как пробная интерпретация Мы даем интерпретацию Смотрим, ловит, не ловит Что там дальше Если же им что-то, допустим, сказать То они, обладая конкретным мышлением Как могут отреагировать? Интересно Понятно Вы вот так вот считаете Понятно И все Невротику можно одно слово сказать Он разовьет из этого прям полет мысли Здесь кого-то понятно И все дальше замолкает Или Я так не думала Вот даешь интерпретацию Я так не думала И все И как будто бы вот такой вот обрыв Терапевт такое чувство Как будто бы обрыв Дальше ничего не происходит Прям просто обрыв Так, про что мы еще скажем? Про то, что они не склонны конфликтовать Потому что жизненной энергии и так очень мало Приходится ее беречь Характерна хроническая усталость Из-за постоянного действия механизма самоподавления Репрессия есть такое понятие Да, подавление Они очень покладистые И, друзья Может быть, вы заметили подвох? Я говорю про то, что они не ловят И не характерны для них душевные какие-то муки Душевные страдания Как будто бы они думают только о своем теле Не думают о своей психике Как бы тогда они оказались на приеме у психоаналитика Ну, конечно же, им не назначают психоанализ Им назначают психоаналитическую терапию Как бы они-то оказались на приеме у психотерапевта Ну, просто есть лечащий врач, который говорит им Что вам хорошо бы обратиться еще и в его психотерапию Поскольку они очень покладистые, очень послушные Адаптация, комфортность Они выполняют то, что им скажет врач И так они оказываются на приеме у психоаналитика Розенберг Есть такое понятие, как самотос Розенберг его понимает следующим образом Это проекция на самого себя На собственное тело А не проекция на объект По причине отсутствия этого объекта Это сильное отсутствие родительской чувствительности Это депривация материнской и родительской любви Это те люди, которые столкнулись в раннем-раннем периоде С мощными, колоссальными и слишком ранними ударами по их нарциссизму Эти ранние удары по нарциссизму невозможно И дальше я сейчас буду подбирать синонимы Невозможно переварить Невозможно метаболизировать Ментализировать, психизировать Возбуждение не привело к образованию психических репрезентаций Возбуждение просто сразу стало травмой Про что я говорю? Про то, что изначально психический аппарат недоразвит Неразвит психический аппарат Именно поэтому у их телесных заболеваний У каких-то телесных симптомов нет никакого смысла Почему? Потому что смысл создает именно психический аппарат И я думаю, что ютуб кишит этими видео Что если у тебя боль в горле Значит это смысл в том, что там комок обиды не отреагированный Или болят колени, это смысл в чем? Не хочешь двигаться, не хочешь идти, не хочешь социально контактировать В этом случае у психосоматического симптома напрочь отсутствует какой-либо смысл Потому что психический аппарат выведен из строя с самого начала жизни этого ребенка Они не склонны к бурным эмоциональным проявлениям Вспышкам аффекта и вспышкам агрессии в том числе Их жизненный девиз весьма прост Что толку мечтать? Что толку фантазировать? В жизни надо быть реалистом И они относятся к собственному телу Как к внешнему объекту На который и проецируют Мать в качестве объекта для проекций Просто не была доступна Для них характерно эмоциональное умертвление И немножечко мертвым начинаешь чувствовать себя В контакте рядом с таким человеком И как я уже отмечала Они не понимают себя И не понимают следовательно окружающих людей Или же вопрос, допустим Опишите своего отца Вот есть первичное интервью И мы собираем анамнез Собираем вот историю Должны знать, какой наш пациент Что он вообще из себя представляет Какой он Опишите отца То и отца они тоже опишут через кодекс нормативов Как из себя они понимают через кодекс нормативов Так и другого Допустим, мой отец Возраст такой-то Профессиональная деятельность такая-то Состав семьи такой-то Ну вот недавно купил машину Марка такая-то Даже могут потонуть в деталях Владеет там двумя иностранными языками Любите отца? Да, я люблю своего отца Но, друзья, потому что все любят своих родителей Потому что так принято любить своих родителей Так положено Социально-культурные нормы требуют Чтобы любили дети своих родителей Если наоборот, если это мать Любите ли вы своего ребенка? Да, люблю Но здесь не про истинное, не про внутреннее Это потому что так принято Так нужно Это жизнь под эгидой надо Еще одна характерная их особенность Так, про что? А, поскольку они относятся Психосоматика Это неневротический регистр И психосоматические попадают в группу пограничных пациентов А для пограничных что характерно? Слабое эго, но и дефицит в суперэго Например, они могут там Не соблюдать какие-то социальные нормы Лгать, какие-то преступления совершать и так далее Здесь история несколько интереснее Что характерно для психосоматических лиц Слабое эго, которое сочетается с жестким стадистичным суперэго Именно поэтому есть внутренний тиран Такой внутренний моторчик Который заставляет... Но он как тиран Который заставляет не знать ни покоя, ни расслабления Запрет на пассивность Или еще говорят запрет на пассивизацию Нужно постоянно что-то делать Делать, отдыхать не надо И это нужно вот все дела Вот помните, мы говорили про гиперактивность Надо все дела переделать Если это женщина То она всю квартиру уберет Всю еду приготовит На двух работах поработает И грязное белье перемоет И все уберет все вещи за собой За мужем За детьми За внуками И вот так вот Как будто бы надо бесконечно что-то делать Словно заслуживать себе право на существование Как и другие пограничные Они тоже склонны к зависимости от другого объекта От другого человека Но И от объекта в целом Объектом же может быть, например, и зависимость алкогольная, и наркотическая У них есть потребность зависеть от другого Но другой и объект Можно легко и очень быстро заменить Это описывают тоже французы Как будто они могут не заметить смены объекта Например Ожидание в приемной При очной работе И должен вообще-то, по идее, психоаналитик Выйти из кабинета И пригласить определенного пациента в его время И вот сидит женщина, наша пациентка И рядом тоже какой-то другой пациент И она начинает с этим человеком разговаривать И беседовать на какую-то тему В этот момент выходит аналитик И приглашает ее Ну, прям встречает и приглашает ее И она продолжает разговор Но уже ведет беседу с аналитиком, допустим То есть смысл в чем? Как будто бы не заметила, что уже другой человек Уже другой слушатель Уже другой коммуникант у нее А беседа все та же Там мысль прям продолжает Вот не заметить смены объекта Или это тоже описано Что они могут заменить объект Даже на неодушевленный предмет Вот сегодня последняя сессия И терапевт идет в отпуск И пациент об этом знает И она выходит из сессии Идет по улице И натыкается на какую-то лавку Где продают черепах Ну, просто это было описано так И она тут же покупает черепаху Аналитик в отпуске И она заменяет аналитика на что-то другое На черепаху Придя на прием к терапевту Есть еще следующая опасность Они ожидают То есть они же к чему-то Какой-то коммуникации Они уже привыкли И придя на прием к психотерапевту Они ожидают Того, что для них уже привычно То, что уже знакомо Ожидают воспроизведения Типичных отношений Характерных для дяды Больной и врач Ведь врачу Ну, помните, мы говорили Про то, что они становятся Врачу интересны Но это тоже все-таки бывает Разные ситуации Очень часто, что врачу интересен Просто симптом Он симптом Он и лечит симптом То есть какое-то заболевание Врачу интересна болезнь Не интересна личность Ведь часто это можно С этим столкнуться Ты приходишь на прием К врачу Он что-то пишет усердно Пишет, пишет, пишет Пишет, на тебя даже не смотрит Или ты задаешь вопрос Но к этому К врачу вроде обращаешься А никак не реагируют Никак не отвечают Врачу бывает интересна болезнь И не интересна личность Но уж коль человека Нельзя отделить от болезни И просто чтобы болезнь Пришла сама в кабинет То уж пусть сам человек Тогда тоже приходит Сидит на стульчике Тихонечко И не мешает врачу Выполнять свою работу Поэтому они привыкли к этому И ожидают того же терапевта Надо быть сдержанным Не проявляться Отвечать только по делу Отвечать на определенные вопросы То есть вот такое вот Свободное ассоциирование Для них даже это и непривычно Вот еще вот этот момент есть Даже такой немножечко Замкнутый круг получается Что они и не способны к этому И не было у них никогда Этого в жизни Свободного ассоциирования Какого-то вот свободного Свободного проявления Как отмечал Дональд Винникот Первый опыт Который должен получить Каждый из нас Это синхронизация ритмов Между матерью и нами То есть должна быть Синхронизация ритмов Между матерью и дитя И таким образом Как это можно расшифровать Мама должна захотеть Ребенка покормить В тот момент Когда он проголодался Настолько они на одной волне И если же младенец получает от матери Подобную операцию То к какому выводу приходит его бессознательное Я творю мир силой своих желаний Я творю мир силой своих фантазий Если же этого не происходит И он понимает Что мир не подвластен Моим желаниям Или моим фантазиям Это та травма Которая согласно Винникоту Приводит к слому психического К неразвитию Каких-то важных психических функций Ведь и даже во взрослой жизни Мне кажется Это будет вам понятно Мы не боимся мира В том случае Если же мир подвластен Нашим желаниям Так вот Если же младенец сталкивается С непредсказуемым Неожиданным И в данном случае С вторжением реальности В мир его фантазий Это та травма Которая очень мощным образом Оказывает свое влияние Я еще не успел убедиться В безопасности этого мира А этот мир уже настойчиво Навязчиво Назольево Грубо Предлагает мне себя Почему возникает психосоматика? Это разные причины Например Механистический уход Механистическую заботу Которую получает младенец Вспомните знаменитое Кормление по часам Это отсутствие любви Помните про либидо Мы говорили уже Про влечение жизни Например Это могут быть Как описывают французы Это могут быть многодетные семьи Где любви Ну просто не может хватить на всех Либо мать сама Была из многодетной семьи И что-то важное Не смогла получить То есть мама сама может Уже определенным образом Ее так Может быть тоже у мамы Психика не раскачана Внутри мамы самой нет любви Это частые потери Частые переезды Смена чего-то Например Смена нянь Я только-только Эту близость Начинаю чувствовать Я только привязываюсь К человеку А этот человек Уходит из моей жизни Я только привязываюсь К сверстникам К одноклассникам А мы переезжаем Вот такая вот история Да И ведь Заболевая Этот человек Обеспечивает себя Общением Психосоматический симптом Это выражение Это выражение Утраченной связи С объектом Вот этот вот голод По отношениям Он даже не осознается И в этом случае Здесь хорошо ложится Теория Михаэля Балента У меня есть короткое видео Сейчас оно должно Уже выскочить Пять минут Теория Балента Про базисный дефект Базисный дефицит Это сильное расхождение Между тем количеством любви В котором ребенок Нуждался И тем, что он все-таки Сумел от мамы получить Тем, что мама сумела дать Для них детство Как психологическая смерть Даже может быть То есть Мама дает пищу Но то, что мама предлагает Это сильно недостаточно Для того, чтобы насытиться Но, друзья, тоже Не совершаем ошибку И не мыслим Не совершаем ошибку Которую совершают люди С психосоматикой И не мыслим буквальностями Это же Вот это вот насытиться Это может быть Как эмоциональный голод Ты зашел голодным В некое заведение Ты и вышел голодным Это вот такой вот Может быть эмоциональный голод Не чисто конкретно пища То есть что-то мама дает Но этим невозможно Насытиться Мама не докармливает В переносном смысле И еще Согласно этой теории Здесь будет Много бессознательной Вот такой вот скрытой Враждебности К объекту По причине зависимости От объекта Я ненавижу тебя Потому что я завишу от тебя И Ведь ненависть Она приводит к желанию разрушить К желанию уничтожить Но и разрушить тебя Своей ненавистью я не могу Потому что я завишу от тебя И если тебя не будет С кем же я тогда останусь Я буду совсем один И я не выживу без тебя И вот этот вот конфликт Между враждебностью И зависимостью Ну проявляется Как бы Вот уходит на Интернализованный объект Уходит на тело Вот так То есть немножко другая теория Спасибо большое За просмотр этого видео И мы продолжим поднимать Тему психосоматики В следующем ролике Спасибо 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 Спасибо